И надо с помощью разума заставить себя хорошо пахнуть. Понимаете? Значит служить. То есть в чем идея жизни человеческой заключается? Эгоизм заставляет нас... Вот допустим, девушка вышла замуж. Как эгоизм разрушает ее семейную жизнь? Очень просто. Он ей говорит, смотри, ты вышла замуж вот за этого человека. Что это значит? Это значит, что этот человек теперь должен с тобой нежно разговаривать. Он должен всегда заботиться о тебе. Он должен всегда тебя любить. И он должен тебя считать самой лучшей. Так действует эгоизм. Вот я сейчас говорю, и все девушки со мной согласны. Но на самом деле это и есть та сила, которая разрушает девушке вашу семейную жизнь. Вот именно эти мысли и разрушат вашу семью. Сразу возникает вопрос. А почему? Сейчас объясню. Видите, не хватает знания. Что делает эгоизм? Разрушает знания. Он забирает знания. Потому что все, что я перечислил, говорить нежно, заботиться, любить, все это то, что должна делать женщина. И эти ее поступки, они приводят мужчину в то состояние, которое приносит ей счастье. То же самое, допустим, все про женщину Олега Геннадьевича. Про мужчин. Мужчина хочет, чтобы жена всегда ему вот так вот делала. Вот так никогда, только вот так. Да, мой хороший, да. Всегда только вот так. Мужчина хочет вот первое, это вот это вот согласное, чтобы была согласная. Вот. Второе, мужчина чего хочет? Он хочет, чтобы она всегда была мне рада. Ну, что, вот пришел я на рогах, а жена рада мне. Всегда рада, как бы ни пришел. Под ручку пришел с кем-то, тоже рада. Всегда рада. Чего мужчина хочет? Мужчина хочет, чтобы жена прислушивалась к его мнению. Слушала, что он говорит. Толкая, чтобы он толкал философию, наслушала. Так или нет? Все это является обязанностями мужчины. Все, что я сейчас сказал, это обязанности мужчины, а не женщины. Женщина является отражателем только этих вещей. Если мужчина ведет себя правильно, то жена всегда согласна. Потому что, как можно с неправильным человеком женщине не согласиться, с правильным человеком не согласиться? У женщины от природы сердце так устроено, что если человек совершает правильные вещи, женщина согласна всегда. Она не может с правильными вещами не согласиться. для того, чтобы мужчина, для того, чтобы жена уважала мужчину, уважала, для этого мужчина должен стать уважаемым человеком. Потому что, женщина, она как, у нее глаз, как алмаз, она в муже видит все недостатки и скрыть невозможно. Как только мужчина становится уважаемым человеком, жена также это видит. И она начинает его немедленно за это уважать. И вы меня спросите, а где вы такое видели, Олег Геннадьевич? Я видел, не скажу где. Видите, как действует ложное эго? Как сделать так, чтобы жена слушала? Мужчины, думаем, как сделать так, чтобы жена слушала? Вот начала слушать тебя, как? Молодец, молодец. Мужчины вообще слушают женщин, нет? Поднимите руку, кто из вас, вот жена начинает говорить, и вы внимательно ее слушаете. Поднимите руку. Есть такой человек? Вот есть. Пожалуйста, мы с вами общаемся. У меня к вам вопрос. Ваша жена слушает? Да. Все. Вот и все. Вот ответ. Вот смотрите, один мужчина всего в целом зале. Поднял руку. Он сказал, что когда жена ему говорит, он слушает внимательно. это значит, что жена будет его слушать. Вот и все. Видите, как действует карма? Ложное эго что делает? Мужчине легко слушать женщину или нет? Очень тяжело. Что женщина говорит очень эмоционально, а мужчина не может терпеть эмоции. Послушайте, я тебе скажу. Ему тяжело очень, потому что у него сердце как бы там дырка в сердце у мужчины. Там где у женщины сила эмоциональная, там дырка. Надо слушать, он сидит, слушает. Я слушаю внимательно такой. Дышит так глубоко, слушает, кряхтит и слушает. Значит, она будет благодарна. Когда если хотя бы один раз мужчина выслушал женщину, в ее сердце такая благодарность возникает, что она хочет слушать его тоже. Согласна, женщина? Не возникает сразу благодарность, она сразу его слушает тут же. Видите, как интересно устроен этот мир? То, что мы больше всего хотим на свете от близкого человека, это и есть наша обязанность. Теперь вот домашнее задание сейчас. Чего я хочу больше всего от близкого человека? Это и есть наша обязанность. Это то, что мы сами должны делать. Олег Иванович, а если я хочу, чтобы мне жена готовить кушать? Готовила кушать. Что, я сам должен готовить кушать? Нет. Это значит, что ты сам должен сделать так, чтобы ей захотелось тебе готовить кушать. Это твоя обязанность так жить, чтобы ей захотелось. Чтобы она захотела тебе заботиться, и твоя обязанность так жить. Проблема заключается в том, что эгоизм является самым главным врагом человеческой судьбы. Наш эгоизм. Сейчас давайте разберем, как он действует, как враг, самый главный враг нашей судьбы действует. Как он действует? Он действует таким образом, что он вводит разум в заблуждение. Понимаете, каждый человек считает, что он как минимум не бывает психом. А вот каждый психиатр считает, что все люди психи. Теперь у меня к вам вопрос, а кто прав, психиатр или люди? На самом деле надо знать, что мы все бываем невменяемы. Все, абсолютно каждый из нас, это наша природа. Подать в заблуждение. И в этот момент, когда мы впадаем в заблуждение, мы этого не понимаем. Кто такой разумный человек? Разумный это тот, кто знает, что он заблуждается. Бывает, что он заблуждается. И это значит, что разумный человек имеет наставника. Вот представьте себе, Олег Геннадьевич сидит рядом с каким-то человеком. И этот человек ему объясняет, как жить. И Олег Геннадьевич слушает, как маленький ребенок. Считая, что он вообще по отношению с этим человеком ничего не соображает. Может быть такой наставник у Олега Геннадьевича или нет? Поднимите руку, кто считает, что не может. Спасибо вам. Я вам очень благодарен. Потому что те люди, которые считают, что у меня не может быть такого человека, которого я буду слушать, и очень с неослаблю вниманием, считая себя глупцом. Эти люди, они меня не считают старшим. Они считают меня идолом. Эти люди, означает, находятся в глубочайшем заблуждении. Старший – это не тот, кто заменяет Бога. Старший – это тот, кто сам имеет старшего и может ошибаться, но идет вперед. Старший – это тот, кто заблуждается и спрашивает совета у старшего. Этот человек старший. Но старший в любой момент может быть младшим, если он по-настоящему старший. Например, если вы встаете и мне говорите правду обо мне, я должен принять ее. Если я не могу принять, значит, я не квалифицирован быть старшим. Понимаете, о чем я говорю? Разум, настоящий нормальный разум, должен учиться, подчиняться. Но у нас, понимаете, проблема заключается в том, что каждый суслик у себя на поле агроном. Проблема заключается в том, что мы все не склонны подчиняться. Мы склонны, наоборот, быть старшими все. Вот кто из вас, из нас сейчас занимает более разумное положение? Я, который болтаю, или вы, который слушаете? Вы, который слушаете. Правильно, потому что слушание – это уже подчиненное положение. Означает, разум находится в каком состоянии? В состоянии, в котором он не подчинен эгоизму. А вот если человек говорит, у него есть два варианта. Если он говорит от себя, а не от своего старшего, в это время он глупец, потому что его разум подчинен эгоизму. И он считает, что он обладает знанием. Второй вариант. Человек, который считает, что он по милости старшего обрел знание, этот человек – мудрец. Понимаете? Идея в чем заключается? В том, что человек всегда разумен, разумный человек всегда слуга, всегда подчиненный. Он никогда не господин. Но иногда люди дают советы друг другу, иногда слушают, иногда говорят. Это нормально. Но это не значит, что кто-то все знает, а кто-то ничего не знает. Каждый человек имеет склонность заблуждаться. И кто такой старший? Это тот, кто знает себе эту склонность. Тот, кто не знает себе эту склонность, не является старшим. Понимаете, о чем я говорю сейчас? О том, что если мы знаем, что мы можем заблуждаться, это значит, что мы находимся на платформе разума. В тот момент, когда человек теряет разум, как он себя ведет? Я все знаю, отстаньте от меня. Понимаете, гнев, допустим, типичное. Есть шесть врагов человека. Шесть способов потерять разум. У каждого человека есть шесть этих способов. Первый способ называется вожделение. Когда человек попадает в ситуацию, когда он наслаждается другим человеком, когда он наслаждается влюбленностью, в этот момент он ничего не соображает. Разум полностью растворяется. И этот человек говорит, я сам знаю, как мне жить, отстаньте от меня. Ах, мамочка, на саночках каталась я весь день, постречалась с Колюшкой, на свое я горюшко. Ах, мамочка, зачем? Видите, когда она с Колюшкой встречалась, мамочку не спрашивала. Она мамочку спросила, когда она уже горюшко получила. Понимаете, когда человек влюбляется, он не спрашивает никого, встречаться ему с этим человеком или нет, потому что в этот момент его разум порабощен. Итак, первый враг человека – это вожделение. Что такое вожделение? Как вы думаете, любовь – это хорошо или плохо между мужчиной и женщиной? Хорошо, если мы знаем, что такое любовь. Так вот, знайте, что влюбленность – это не любовь. Влюбленность – это проявление вожделения. Большинство людей считают, что влюбленность – это очень хорошо. Но влюбленность – это хорошо, когда мы не женаты. И не очень хорошо, а просто хорошо. Потому что это шанс создать семью. Она нужна для создания семьи, влюбленность. Больше она ни для чего не нужна. Не для того, чтобы гулять. Для создания семьи нужна влюбленность. Одна девушка ко мне подошла сегодня и говорит, «Олег Геннадьевич, когда у меня в отношении с другом все будет хорошо?» Знаете, какой был ответ? Когда вы поймете, что друг должен стать мужем. Тогда у вас в отношениях все будет хорошо. Понимаете, да, о чем я говорю? Она не знает, какие отношения между мужчиной и женщиной должны быть. Поэтому у нее все плохо. Отношения бы должны быть такие. Он муж, она жена. Она подруга, а он друг. Понимаете? Ну то есть идея в чем заключается? Идея заключается в том, что нет дружбы между мужчиной и женщиной. Нет дружбы. Есть только три типа отношений. Первое. Мужчина как сын. Второй тип. Мужчина как муж. Третий тип. Мужчина как отец. Все, до свидания. Брат, да, еще брат, да. Но брат это муж или нет? Допустим, вы пришли на работу и там у вас есть брат. Это брат или муж? У меня вопросом, бывает дружба между мужчиной и женщиной? Не бывает. Между мужчиной и женщиной бывают только близкие отношения. Близкие отношения. Поэтому дружбы не бывает. Что такое влюбленность, когда у тебя уже есть семья? Это означает, что твой разум побежден твоим собственным эгоизмом. Это значит, что твоя судьба пойдет под откос. Шесть врагов человека. Шесть. Первый враг – вожделение. Что такое вожделение? Это несанкционированная влюбленность. Допустим, у меня нет жены, я влюбляюсь. Это санкционированная влюбленность? Да. Это свыше дано. Пожалуйста, влюбляйся, встречайся. Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Это нормально. Дальше поехали. У меня есть жена, я влюбился. Это что? Это называется вожделение. Понятно, что те из вас, кто влюбились сейчас, они со мной не согласны. Почему? Потому что разум поражен вот этой штукой. Ни за что человек не согласится, если он влюбился, у него есть жена. Ни за что не согласится, что это плохо. Ни за что на свете. Потому что так действует враг. Вот этот вот эгоизм, соединяясь с этой энергией вожделения, разрушает жизнь человека, разрушает судьбу человека, не спрашивая. Почему? Потому что он разум вводит в такое состояние, что человеку кажется, что он действует правильно. И даже если этот человек будет великим мудрецом, не имеет никакого значения. Если человек попал под вожделение, под влияние, хоть он великий мудрец. Вот у меня сейчас есть один мой друг, близкий друг, который на самом деле, я его считаю величайшим мудрецом, очень мудрым человеком. Он попал прямо сейчас под влияние вожделения, и он сам этого не понимает. Он деградирует и не понимает того, что с ним происходит. Даже мудрый человек не способен победить этого врага. Поэтому каждый человек должен внимательно следить за собой, что происходит. Если начал влюбляться уже, у тебя есть жена, это страшно для твоей судьбы. Почему? Потому что ты дальше не сможешь уже контролировать себя. Ты будешь объяснять с позиции этой влюбленности всю свою жизнь. И смотрите, что происходит. Человек уходит от жены, от детей, от своих уходит. Он в это время печалится, нет? Нет, он счастлив. Говорит, а я счастлив. Почему он счастлив? Потому что вожделение сломило разум, не дает нормально жить. Так действует плохая карма. Итак, первое – это вожделение или несанкционированная влюбленность. Вторая сила, враг человека, второй враг человека, шесть врагов всего – это жадность. Жадность ломает разум. Что такое жадность? Жадность – это очень простая вещь. Смотрите, у человека есть возможность по судьбе что-то иметь. Знаете, как это выражается? У нас будет квартира, но когда она будет, мы ее примем спокойно. Очень трудно понять, сейчас попытайтесь понять. Когда я хочу квартиру быстрее, беру ипотеку и въезжаю в нее прямо сейчас. Опа! А теперь гуляем! Нет, теперь вы не гулять будете. Теперь вы будете пахать на эту квартиру. Почему, теперь вопрос, а почему раньше мы не пахали? А потому что раньше вы работали столько, сколько хотели. А теперь вы будете работать столько, сколько надо. Потому что если вы перестанете работать, вы потеряете все. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Люди подумали, что им легче жить стало, а не взяли в ипотеку квартиры. Нет, мои хорошие, с этого момента все ваши трудности и начались. Потому что вы теперь себя отдали в рабство. Теперь можно ли брать ипотеку и не отдавать себя в рабство? Можно, но... Как этот анекдот есть? Прапорщик спрашивает майора, говорит, а крокодилы летают? Майор говорит, конечно нет. Прапорщик говорит, а генерал, говорит, что летает? Майор так почесал репу, говорит, ну летают, понемножку летают, так низенько, так низко, так немножко пролетят и сядут. Ну то есть идея в чем заключается? В том, что ипотеку можно брать, но это вас не устроит. Понимаете, какую ипотеку можно брать? Которую легко отдать. Это неинтересно. Это не принесет вот это... Вот это состояние не принесет. Вот такую ипотеку можно брать. Взяли как бы ипотеку. Не сильно классно. Ну чуть-чуть совсем. Легко отдать. Вот это можно. Можно брать в долг. Можно. Ну знаете, от этого у вас не появится вот этот вот кайф. Опа! Квартира бесплатна. Гуляем. Не появится. Просто так. Взяли чуть-чуть отдали. Понимаете, о чем я говорю? Вот допустим, вы решили купить какую-то вещь. Обычная как бы, ну обычно. Покупаем вещи. Обычная же вещь, да? Но вдруг, неожиданно, вы увидели холодильник моей мечты. То есть этот холодильник, у него столько камер до самого неба. И он с дистанционным управлением. И меняется температура каждую секунду по моему желанию. Только подумал, раз, поменялась температура. Такой... Застучало сердце. Вот когда появилась вот такая мечта об этом холодильнике, это называется жадность. Она в этот момент, разум, чик, и начинается деградация судьбы человека. Как она выражается? Люди начинают пахать на этот холодильник. Смотрите, у нас по судьбе положено определенное количество счастья во всех сегментах жизни. Определенное количество здоровья, определенное счастье в отношениях с близкими людьми, счастье воспитания детей, счастье поездки на отдых, счастье духовной жизни, счастье самосознания, счастье учебы и так далее. Много видов счастья. Что делает жадность? Она говорит, тебе все это время придется только работать. Счастье отношений с женой тютю, потому что некогда. Счастье поездки заканчивается некогда. Счастье здоровья заканчивается, потому что ты его гробишь. Счастье воспитания детей заканчивается, потому что некогда. Счастье обучения некогда. духовная жизнь до свидания. Все до свидания, только одна работа. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор. И посильней стучи, стучи, стучи. Проблема? Чувствуете, о чем я говорю? Что делает жадность? Она заставляет человека работать, как ишак. Знаете, откуда это сравнение пошло? Это ведическая культура, ведическое сравнение. Раньше не было электричества у людей и не нужно было, потому что люди знали природу друг друга, природу животных. Им не надо было напрягаться, они просто использовали природу в служении как бы людям, природу животных. Вот допустим, ишак или осел. У него есть одна проблема. Он очень упрямый. Понимаете, обычно вот лошадь, допустим, если она что-то не дотянулась, она отвернулась и все. Понимаете? Она гордая. Если, допустим, далеко сено, она просто не пойдет. Она гордая, понимаете? Но осел, он упрямый, он не гордый. И поэтому, чтобы добывать воду, вот эти вот, чтобы с помощью поршня, вот она поднималась наверх, и орошала поля, там и в дом заходила, не надо было электричества. Нужен был просто один осел. Или ишак, как хотите, называйте. Ну то есть идея в чем заключалась? Брали просто палочку вот такую, привязывали ему к шее, и спереди подвязывали морковку. Спереди морковка, представьте, осел, видит морковку. Прямо сейчас трехкомнатная квартира. И пошел. Он говорит, слушай, ты что, брат, ты 15 лет пахать? Нет, прямо сейчас. И он пошел, 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 целый день он за этой морковкой идет. Целый день, понимаете? Он пашет, пашет за этой морковкой, идет, идет, идет. И в конце дня хозяин наслабляет палочку так раз, и он опа! Поймал! Весь день крутил воду, ходил за морковкой, и в конце дня чуть-чуть получил поесть. Это жадность. Понимаете, что такое жадность? Человек ради ерунды какой-то всю свою жизнь в рабство отдает. Ведь по факту просто привыкни к той квартире, в которой ты живешь. Просто привыкни к ней. Расслабься, подыши вот так вот и скажи, в Литве жить хорошо. И все. Расслабься, подыши, и у тебя будет классная квартира. Сейчас приведу пример. Называется, купи козла. Пример. Ведический пример. Многие знают, наверное, и рассказывают. Смотрите, это по теме жадность. Мужик приходит к своему наставнику и говорит, у меня душат родственники. У нас маленькая квартира, и я не знаю, что мне делать. Они говорят, или увеличивай жилплощадь, или мы тебя просто сгнобим. Они постоянно все меня мучают, терроризируют. Постоянно говорят, что маленькая квартира. Я не знаю, что делать. Помоги. Он говорит, ты будешь меня слушаться? Да. Будет тяжело. Все равно буду слушаться. Покупай козла. Купил козла, привел наставник. Говорит, ты не мне его веди. Ты его должен поселить прямо внутри своей квартиры. Он говорит, да наставник, там и так места нет. Какой козел? Делай то, что я тебе сказал. Привел козла. А в ведической культуре очень уважали наставника. Все, что наставник говорит, это правильно. Когда он привел наставника этого козла, заговариваешь, привел козла в квартиру. Все возмутились. Он сказал, это наставник сказал, у нас будет козел жить в квартире. И козел начал что делать? Он делает несколько вещей. Он бодается, легается, и какает, и орет. И вот он этим начал там заниматься, прямо посреди квартиры. Через две недели родственники говорят, или козел, или мы. Если ты своего козла как бы не отзовешь, не пойдешь к наставнику, не отменит козла, то мы уйдем. Пришел к наставнику, взмолился, говорит, родственники не поняли вашего наставления. Говорят, или козел, или мы. Наставник посмотрел на него, говорит, все идет по плану. Говорит, теперь, ну что делать? Говорит, что мне делать? Он говорит, скажи, наставник сказал, что козла теперь мы из квартиры убираем, но он будет жить рядом с домом. Козла убрали из квартиры, все расслабились, такие, как хорошо в квартире у нас без козла. Супер! Классная квартира! Опа! Гуляем! Ипотека! Без козла. Новая квартира! Прошло две недели. И они потихоньку, слушай, ну когда же площадь будем повышать? Он опять к наставнику прибежал. Что делать? Опять началось! Пожили две недели, нормально! Он говорит, да ничего, все нормально. Ты, говорит, просто всегда, когда они будут это говорить, скажи, что наставник, как только вы заикнетесь о новой квартире, заставил меня назад козла привезти. Все. Купи козла, называется. Понимаете? Если тебе плохо живется в твоей квартире, будет хуже. И так действует судьба. Чтобы тебе понять, что тебе хорошо, живет в своей квартире, судьба что делает? Делает хуже. Теперь вопрос, а нужна ли вообще квартира побольше? Это нормально. Как по судьбе это достигается? Просто работаем, если это положено по судьбе, значит, у нас есть излишек, хотя бы небольшой, и мы его просто откладываем. Или вкладываем куда-то. Понимаете, о чем я говорю сейчас? О том, что это достигается просто и спокойно. Без вот этого. Получилось! Понимаете? Вот без этого. То есть, жадность... Вам интересна тема? Жадность — это второй враг человека. Что она делает? Она разрушает человеке понимание, что хорошо делать, что плохо. Человек начинает очень много работать и много времени тратит на ненужные вещи. Так действует жадность. Она забирает наше время. Самое дорогое, что у человека в жизни есть, это время. Дороже нет ничего. Время не вернешь никогда. И что делает жадность? Заставляет нам работать на всякие глупости. Много работать из-за мелочей. Следующий враг человека — это гнев. Что такое гнев или обида? Обидчивость, гневливость, злоба. Это все одно и то же. Гнев. Пора заканчивать? Ну, я сейчас договорю о гневе. А? Как? Шесть врагов. Если я сегодня все расскажу, вы завтра не придете на лекцию. Оставайтесь на нашей волне. Итак, подождите, подождите. Мы еще сейчас будем желать всем счастья, мы не расходимся. Значит, послушайте меня внимательно. Гнев — это обида. Некоторые женщины думают, а я не гневаюсь на него. Я просто обиделась. Обида — это тот же самый гнев, но по-женски. Что такое гнев? Гнев — это сила, которая в человеке разрушает возможность, возможности нашей судьбе. самая главная возможность это видеть хорошее в человеке. Вот я живу с человеком, допустим, и если я вижу в нем что-то хорошее, я могу его любить. Понимаете, это моя возможность. Когда я разгневался, какой результат гнева, я теряю эту возможность. Я не могу видеть в этом человеке ничего хорошего. Все. Капец. Я не могу. Вот у кого в жизни есть человек, у которого просто нет ничего хорошего, поднимите руку. Значит, вы разгневались. Видите? Это такова сила гнева. И вы сейчас подумаете, ну правда у него нет ничего хорошего? А вы попробуйте помолиться. И в молитве вы почувствуете, что он нормальный, хороший человек. И просто вот так у нас в жизни с ним получилось все. А потом дальше вы помолитесь и поймете, что на самом деле это ваша проблема, а не его. И так далее. То есть постепенно гнев ослабевает, если человек с ним борется. Но проблема заключается в том, что когда человек гневается, он не верит, что он неправ. Помните, когда в гнев человек впадает, он ругается, когда? В это время его можно остановить? Нет? Он не верит, что он неправ. Он говорит, я сейчас скажу. Понимаете, он не верит, что он неправ. Почему? Потому что этот гнев, он как действует, он разрушает разум, разрушает возможность у человека побеждать судьбу. И поэтому, если у вас в сердце возник гнев, знайте, что в это время вы разрушаете свою жизнь. Теперь вопрос, а можно ли сделать так, чтобы гнев не возникал? Кто считает, что можно поднимите руку? Вы ошибаетесь. Веды говорят, что даже высшие живые существа, которые мы называем ангелами, они тоже не могут сдержать гнев. Единственный способ – это раскаяние. Можно пытаться сдерживать гнев, это хорошо. Иногда будет получаться, иногда нет. Но единственный правильный способ, если ты разгневался или обиделся, просто раскайся в этом. В этом будет твоя правда. В этом будет победа над гневом. Потому что чем гнев опасен? Тем, что человек считает, что он правильно поступил. Вот в этом опасность гнева, и это его разрушительная сила. Я, допустим, мужа бросила, разозлилась на него и правильно сделала. Вот это и будет разрушать судьбу. Мужа бросила, раскаялась. Нормально. Попробуйте раскаяться, как бросили мужа. Это очень трудно. Надо несколько лет молитвы, чтобы раскаяние пришло в сердце. Это непросто. И бросать больше не захочется после этого. Но если я правильно сделала, значит судьба пойдет под откос. понятно, да? Вы не сильно страдаете от того, что я сейчас тут вытворяю? Все нормально? Мы очень больные темы же разбираем с вами. Многие прям чувствуют, им тяжело. Простите меня, если я что-то, может быть, слишком категорично говорю. Я хочу, чтобы у вас все получилось в жизни. Мы сейчас будем повторять, я желаю всем счастья. Зачем это надо? Сейчас объясню. Единственный способ победить свою судьбу, это когда душа настраивается вне эгоизма. Она действует по своей естественной природе. Естественная природа души забыть про себя и думать только о благе других. Но это трудно очень сделать в естественном состоянии нашем обычном. Мы думаем только о себе. Вот сейчас у нас будет практика какая. Мы будем освобождаться от кармы. Как это будет выглядеть? В тот момент, когда вы забудете, что вам надо быстрее домой, что надо накормить детей, вы забудете о своих проблемах. И повторяя, я желаю всем счастья, будете думать или о святом человеке, или о тех людях, которые должны получить от вас эту энергию счастья. В этот момент вы будете чувствовать победу над своей судьбой. Как это будет выражаться? Вы будете чувствовать, сначала в сердце появляется спокойствие, потом будет в сердце появляться знание. Причем знание о чем? О том, что надо знать. Неожиданно, после спокойствия, вдруг вы поймете, что надо делать в жизни. Понятно? Хотя бы, если до второй стадии вот этого вот, победы над судьбой, вы дойдете, это будет круто. А третья стадия какая? Когда человек повторяет молитву, ну я желаю всем счастья, тоже как молитва, это просто тренинг у нас такой. Когда человек повторяет молитву, то, когда он видит, что молитва обладает способностью побеждать судьбу и хочет дальше так жить в молитве, то это уже значит, что вы точно победитель над своей судьбой. потому что побеждает свою судьбу только тот, кто внутреннюю жизнь ставит выше внешней. Потому что все проблемы у человека в жизни начинаются только в сердце и решать их нужно тоже, только в сердце. сначала идет предварительное действие у человека в жизни, предварительное действие это молитва или работа со своим сердцем. Если хочешь сделать сыну замечание, сначала успокойся, сначала успокой свое сердце, перестань на него злиться, а потом твое замечание, если будет сделано в спокойном состоянии, но твердом, даст хороший результат. Понимаете, о чем я говорю? Сначала мы совершаем действие в сердце, а потом внешнее действие. И сейчас мы будем самое главное действие в нашей жизни совершать. Многие люди даже об этом не догадываются, что такое бывает. Внутреннее действие, внутреннее жизнь. Сейчас объясню, как делать. Это тоже не мой метод, этот метод, который делают все, которые молятся. Итак, что такое молитва? Это не то, что тарабанить какие-то слова. Молитва – это связь. Человек должен настроиться на священное писание. Ну, кого, какая вера? Что-то возвышенное должно быть верой. Или вы верите в святых людей, что через них энергия Бога идет. Или вы верите, что через священное писание Бог действует. Или вы верите, что через икону Бога действует Господь. Или вы верите, что через имя Бога написанное где-то действует Господь. Или вы верите, что через Его молитву действует. Понимаете, о чем я говорю сейчас? У каждого своя эта вера. У каждого свой путь к этому источнику. Я не могу вам ваш путь выбрать. У всех своя природа, у всех свой путь. Поднимите руку, кто через изображение Бога действует. Так, поднимите руку. Вот, смотрите, видите, руки подняли. Кто через святого человека действует, эти другие люди подняли. Кто через священное Писание действует, третьи люди подняли руки. Понимаете, у каждого свой путь. То есть, что мы делаем сейчас? Мы думаем о святости сейчас и думаем, я хочу тебе служить, я хочу забыть про себя, я хочу тебе служить. Это настрой, это то, что за мыслями идет, настрой. А мысли такие, я желаю всем счастья. Это само служение уже. То есть, что я делаю? Я становлюсь инструментом в руках вот этой святости, о которой я думаю. Я не просто о ней думаю, а хочу действовать так, как она. Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Это то, что мы сейчас будем повторять. Но это не я желаю всем счастья, я просто инструмент. Счастье идет от источника счастья, о котором я думаю. Понятна методика? И в тот момент, когда я про себя забываю и начинаю делать только вот это, в этот момент я побеждаю карму. Как это выражается? Появляется неожиданно здесь в сердце спокойствие. И если я обратила на это внимание, что происходит? Я забываю желать всем счастья. Когда человек думает о счастье, то счастье убегает от него. Когда человек служит счастью, оно всегда с ним живет. Тренируйтесь. Сейчас все вместе спокойно повторяем. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. счастья. Я желаю всем 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 счастья.